Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Детские сады принимают воспитанников. Как не пропустить свою очередь? Проверить эффективность расходования бюджетных средств при разработке генерального плана. Контрольно-счетная палата по инициативе главы Анапы окажет в этом помощь. С таким предложением Сергей Сергеев и депутатский корпус согласился единогласно. Подробности в нашем материале. В ходе очередной сессии депутаты рассмотрели 9 вопросов, большая часть которых касалась бюджетной политики города-курорта. Заместитель главы Анапы Яна Дуплякина доложила о поступлении краевых средств. 34 миллиона рублей распределят на социальную сферу. На создание в сельской местности условий для занятий спортом, физкультурой, обеспечение инженерно-технической защищенности наших школ и создание мобильной библиотеки для отдаленных населенных пунктов. Депутаты единогласно проголосовали за этот проект, а вот проект решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки отклонили. Глава Анапы внес предложение инициировать проверку контрольно-счетной палаты. Из средств местного бюджета и из средств бизнеса, из них присутствующего в том числе, в различных качествах, потратено более 100 миллионов. Я считаю, что это нерационально использование средств, и у нас есть все возможности сегодня нашей контрольно-счетной палаты проверить, как же оплачивались расходы, и почему мы имеем такое большое несоответствие правил землепользования и застройки нашему генеральному клаву. Сергей Сергеев высказал принципиальную позицию по ограничению высотности застройки на побережье, о которой ранее также заявлял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Застройщики в своем стремлении изуродовать Анапу прибегают к помощи суда, но уже сложилась практика. Муниципалитет отстаивает права жителей вплоть до Верховного суда. Сегодня я имею представление прокуратуры, в пятницу получил, по поводу невведения в эксплуатацию дома Пашевченко-65. Дорогие друзья, а я почему его должен ввести в эксплуатацию? Если он дорожками на проезжей части, если у него нет парковок, у него нет вообще ничего. Прокурор Крайан, не в Сочи, задает вопрос, а почему вы дали разрешение на строительство этого дома? А сегодня мне дают представление, пишут официально, если так, в двух словах, что я душу бизнес, не ввожу в эксплуатацию и не введу, потому что нарушены все правила градостроительные, которые только можно нарушить. Еще один принципиальный момент – сохранение зеленых зон. За последние три года приложено немало усилий, чтобы вдохнуть в жизнь заброшенные парки и скверы. Каким бы образом ни раскрашивалась карта ПСЗ, ни одной зеленой зоны, выведенных из оборота не будет. То же самое сегодня. Есть предпосылки по высокому дверю, где раскрашена вековационная зона, поделить участок в целом, потому что он вроде как должен использоваться по трем видам, хотя имеется сейчас один вид разрешенного использования. То есть я сумею, думаю, доказать губернатору, что мы разрабатываем действительно нужные для города-курорта правила землепользования и застройки. И если мы ее даже не приведем до апреля, ничего страшного в этом не случится. Вот то, о чем я сказал, оно будет все до выковки выполнено. Число летних путешествий по России выросло на 20%. По данным сервиса бронирования «Румгурам», курорты Краснодарского края вошли в десятку городов, популярных среди туристов. Причем по популярности они значительно опередили крымские. В топ вошли Анапы, Геленджик, Сочи, Новороссийск, Ейск, Зеленоградск под Калининградом и Листвянка на Байкале. В среднем жилье там бронировали на 12 дней. Также туристы едут в Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ярославль, Волок, Дуэркутск, Псков и Великий Новгород. Эти активисты раздавали водителям детские рисунки, чтобы напомнить им о приближающемся начале нового учебного года. Около 500 рисунков выполнили ребята, которые отдыхали в августе во Всероссийском детском центре «Смена». Всего собрали более 500 рисунков. Их поделили на три части между Краснодаром, Сочи и Анапой. Помимо этого, активисты планируют оборудовать в каждой школе уголок безопасности, чтобы учащиеся обратили внимание на тему соблюдения правил дорожного движения. Как мы успеем, это к 1 сентября покажет чуть необходимое время, на это. Но хотелось бы, чтобы в каждой школе появился такой стенд, на который обращали бы внимание сами ребята, потому что от них зависит собственная безопасность. У нас в стране очень большая смертность. Она и остается, и, к сожалению, остается смертность среди детей из-за невнимательности родителей, из-за невнимательности, которые оставляют и невнимательность самих ребят, потому что они еще маленькие, перебегая улицу. Конечно, водитель должен в первую очередь обращать внимание на безопасность. С 1 июня текущего года в детские сады Анапы получили направление 1620 детей. Как пояснили в городском управлении образования, очередников было больше, но часть родителей не подали заявление или отказались от предоставленного места. С каждым из отказников работали персонально, уточняя его позицию. Родители просто не заявились, то есть они не пришли, не заявились, что им нужен детский сад, потому что списки были вывешены на сайте управления образованием. Все родители были оповещены в телефонном режиме по адресной работе с каждой семьей о том, что место ребенку предоставлено. Это мы делаем в тех целях, вдруг родители не могут выйти на сайт, посмотреть, да. Просто у нас, согласно регламенту, такое оповещение происходит. Чтобы получить место в детском саду, необходимо поставить ребенка на учет в единую для всего Краснодарского края систему. Она, по сути, и выдает своеобразное техническое задание для муниципалитета. В городской администрации подчеркивают, что сам механизм распределения мест устроен таким образом, что не позволяет пропустить кого-либо без очереди. Человеческий фактор просто исключен. Утверждает распределение мест муниципальная комиссия по комплектованию. Председателем комиссии является заместитель главы муниципального образования. В состав комиссии входят совет депутатов, горком профсоюза территориальной, общественной организации, руководители детских садов. То есть это открытая комиссия, которая принимает решение согласно электронным спискам, согласно поданным заявлениям, сверяет всю законность согласно базе и тогда принимает решение о зачислении. Ни один ребенок без очереди не идет. В Анапе на 25-м открытом фестивале кино стран СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии и Киношок 2016 пройдет конкурс лауреатов. На фестивале заявлено 5 конкурсов. В программу конкурса полнометражный фильм в честь юбилея фестиваля включили работы авторов, лауреатов и призеров прошлых лет. Вне конкурса пройдет спецпоказ «В потьмах» Андрея Шпая. В отдельную вне конкурсную программу включили фильм «Рядом с нами» режиссер Александр Новопашина. Напомню, Киношок пройдет с 3 по 10 сентября в Анапе. Жюри фестиваля возглавит народная артистка России Алла Демидова. На три недели городской театр станет местом встречи с искусством. Именно так называется выставка, которая откроется 1 сентября. Сейчас идет подготовка экспозиции. На ней представят репродукции наиболее значимых работ художников 20-40-х годов и собраний ведущих музеев страны. Идея не просто представить живопись, как она есть. Упор будет делаться на истории появления каждой из работ, а также их содержания. Организаторы проекта – Министерство культуры Российской Федерации, Государственный музейно-выставочный центр «РосИЗО» при участии Русского музея, Московского педагогического государственного университета, Института художественного образования и культурологии Российской академии наук, а также Почты России. На выставке представлен срез советской фигуративной живописи 20-40-х годов. Этот период интересен не только самой живописью, но и тем, что в этот период отображается история нашей страны. Очень важные этапы и вехи – война, индустриализация, революция. И вот обо всем этом мы расскажем в рамках интерактивных экскурсий, которые мы запланировали. Студентами МПГУ подготовлена масса интересных историй, а каждая из картин, представленных на выставке. Выставка не будет сухой, скучной, заурядной. Выставка будет разбавлена очень интересными фактами. Приходите, мы будем рады вас видеть. К другим темам. В дежурную часть УВД поступило сообщение от 75-летней местной жительницы о том, что в ее доме, расположенном в станице Анапска, совершена кража. Оказалось, что преступник был очень хорошо известен потерпевшей. Нашли его по горячим следам. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Как установили полицейские, злоумышленник через окно проник в частное домовладение и украл золотые ювелирные украшения. Сумма нанесенного ущерба от преступления составляет 15 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, благодаря показаниям свидетелей, было установлено, что преступление совершил ранее судимый 32-летний житель города Батайска Ростовской области, который ранее выполнял строительные работы в данном домовладении по заказу потерпевшей. Сотрудниками полиции станицы Анапска данный гражданин был задержан. С какой целью прибыли в Анапу? Работать. За что задержаны? За кражу. Признаете себя виновным? Да. Злоумышленник успел сбыть ворованные украшения в местный ломбард. По решению суда данное имущество будет изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован. В Анапе 31 августа из-за ухудшения погодных условий и усиления волнения моря запретили купаться. Купание запрещено на всех пляжах. Гостей жителей города просят не подвергать риску своей жизни здоровья. Родители также предупредили о необходимости усилить контроль над детьми в непогоду. Генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете также найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.